Команда «Радио Сибирь» совместно с Тойота-Центр Омск провели акцию «Девчата рулят, заведи свою мечту». Это квест, в котором принять участие могли только девушки. Их заставляли преодолевать бездорожье, ездить на гироскутере и в обычном кроссовере, но вслепую. Каково это водить на шпильках, знает Светлана Еловнарова. Мы приветствуем на площадке участниц... В автопроекте приняли участие 18 автоледи. Это те слушательницы «Радио Сибирь», которые прошли предварительный отбор в прямом эфире. Я уже участвовала в прошлом году, и я знаю, что это очень интересно. Новые знакомства, новые люди, новые события. За них болеют мужья, родители и дети. Некоторые зрители готовились к проекту даже дольше и основательнее самих участниц. Рисовали плакаты и разучивали кричалки. Света вперед, Света вперед! Участницам выдали ключи от новых, еще не обкатанных кроссоверов. В маршрутном листе пять испытаний в разных точках города. Первое задание – преодолеть трассу на гироскутерах. Для большинства автоледи такой транспорт в новинках. Управлять им оказалось сложнее, чем двухтонной машиной. Организаторы проверили у участниц навык езды по бездорожью и справятся ли они со множеством блокировок на авто. Одним из самых сложных испытаний для автоледи стала накачка колес. Не все быстро нашли компрессор в машине, а работать с манометром умели единицы. Автоледи также соревновались и в личном зачете. Проверяли мастерство езды в условиях ограниченной видимости, а точнее – в нулевой. Участницы проходили трассу в машине с заклеенными стеклами. Ориентировались по камерам внешнего обзора. Я вижу, вижу, вижу. Очень классно сделаны все системы визуального контроля. Можно вообще не ощущать абсолютно ничего. Просто смотреть на экраны, видеть габарит машины, видеть все, что перед тобой, за тобой. Победительницей в личном зачете стала Людмила Петрова, автоледи со стажем. Лучшей командой стал самый сплоченный экипаж. Они буквально вырвали победу у соперниц. В награду – бонусные карты от сети АЗС. Мы очень счастливы! Получили кучу положительных эмоций. Позитив и цветы. Автомобильных проектов достаточно много. Мы же решили посвятить свою деятельность именно девушкам за рулем. Да, они не только украшают нашу дорогу. Хочется, чтобы девушка за рулем показывала всегда отличные результаты. И в том числе в соревновательном моменте. Автоледи доказали, что не только с легкостью преодолевают неровности на омских дорогах, но и справляются со своими эмоциями за рулем. Светлана Еловнарова, Яртак Мурадио. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.